Добрый вечер! Вы смотрите новости на Катунь24. С вами Егор Матаев. Прямо сейчас подведем итоги сегодняшнего дня. Начнем, как всегда, с главных тем. Более 50 миллиардов рублей инвестиций. 3000 новых рабочих мест. Дороги, предприятия и другие точки роста. Эксперты обсудили сегодня итоги работы губернатора Виктора Томенко на Петербургском международном экономическом форуме. Приемная комиссия начала свою работу в Барнауле. Сегодня среднепрофессиональные и высшеучебные заведения встречают абитуриентов. Капитальный ремонт тепловых сетей активно ведется в селе Шипунова. Для этих целей из краевого бюджета выделили 32 миллиона рублей. Более 50 миллиардов рублей инвестиций. 3000 новых рабочих мест. Дороги, предприятия и другие точки роста. Отраслевые эксперты обсудили сегодня в Барнауле итоги работы губернатора Алтайского края Виктора Томенко на площадке Петербургского международного экономического форума. Каковы федеральные возможности для региона? Подробнее расскажет Глеб Полянский. Глава региона подписал на форуме несколько инвестиционных соглашений. Виктор Томенко по максимуму использовал возможности международной площадки в Санкт-Петербурге, чтобы привлечь в край новых инвесторов и запустить новые стройки, создать рабочие места, придать импульс всей экономике. Эта работа ведется системно на протяжении нескольких лет. Не помешала даже пандемия. За последние три года, будем считать, что 20-й не проводился форум из-за ковида, 21-й он тоже был со своими ограничениями. Поэтому за три последних года было подписано всего 22 соглашения и общая сумма составила более 100 миллиардов рублей. Участие делегации Алтайского края позволяет лично обсудить, хотел бы еще раз подчеркнуть это слово, лично обсудить вопросы развития Алтайского края с первыми лицами правительства, крупнейших компаний, как государственных, так и частных компаний, а также представить потенциал развития Алтайского края. Крупнейшее подписанное соглашение предусматривает строительство микрорайона Новый Барнаул на острове Побочень. Это около 50 миллиардов рублей и жилье для тысяч семей. Проект по расширению Чуйского тракта позволит сделать дорогу четырехполосной и безопасной. Соответствующее соглашение подписано в Санкт-Петербурге представителями трех регионов – Новосибирской области, Республики Алтай и Алтайского края. Алтайский край, кстати, могу отметить, что в этом направлении самый передовой из трех регионов. Самое большое количество сегодня по протяженности участков четырех полос только у нас. Мы продолжаем эту работу. В настоящее время четыре участка в работе находятся. И у федерального управления, у Продоролта есть четкое понимание по дальнейшим участкам в следующие годы. Тюменская компания «Сибентл Холдинг» планирует построить в Белокурихе многофункциональный оздоровительный комплекс. Инвестиции в проект составят 2 миллиарда рублей. Реализовать его планируют к 2027 году. Это еще один проект в увесистом инвестиционном портфеле туристической отрасли региона, которая уже играет весомую роль в наполнении бюджета налогами. А значит, способствует росту возможностей направить средства на социальные нужды и модернизацию. Итогом 2022 года в туристике туризма бюджеты было очистено более 2 миллиардов рублей в виде налогов и других обязательных потешек. За последние 5 лет, если говорить про динамику, эта цифра увеличилась на 66%. Я думаю, здесь мы с учетом того портфеля инвестиций, который у нас есть, этих темпов сбавлять не будем. Проект нового завода компании «Сибирское стекло» в Михайловском районе привлечет в регион около миллиарда 200 миллионов рублей и позволит создать 150 дополнительных рабочих мест. Компания «Сибирское стекло» – химическая компания, которая планирует изготовление бесцветного и цветного тарного стекла. Ну а также самое важное, вот мы с Антоном Павловичем Мором, это генеральный директор, разговор был там на площадке форума о том, что это и производство стиральных порошка, и чистящих препаратов. Так что направление прям самое интересное для них, я имею в виду для них и для нас, и для Михайловского района, на территории которого планируется создание этого предприятия. По мнению главы компании «Бочкари» Вадима Смагина, развитие транспортной инфраструктуры и производств в сельских районах Алтайского края будет способствовать созданию комфортного климата для привлечения на село специалистов. Роста экономики и притворения в жизнь того самого сельского стандарта, о котором неоднократно говорил губернатор Виктор Томенко. Мы должны говорить сегодня о том, что условия жизни на селе, они должны быть лучше, просто на порядок лучше, чем в городе. Только тогда жители будут оставаться на селе и возвращаться. То есть сегодня возврат городского жителя в сельскую местность, он чуть ли не связан с каким-то трудовым подвигом. То есть вот просто-напросто нам этот тренд надо в корне менять, и тогда мы будем более, так скажем, успешны и конкурентны. Программа льготной дегазификации, проекты строительства дорог, новые предприятия в районах края – все это составляющие будущего успеха и устойчивого развития экономики региона на десятилетия вперед. Стратегический эффект этих свершений еще предстоит оценить. Но уже сейчас ясно – у команды губернатора есть перспективный план как минимум на 5-10 лет, а в некоторых отраслях еще более долгосрочный. Глеб Полянский, Денис Кузьменко, Новости. Капитальный ремонт тепловых сетей активно ведется в селе Шипуново Шипуновского района. В этом году для этих целей с краевого бюджета выделили порядка 32 миллионов рублей. Подробности узнала наша съемочная группа. Дыры, грязь и ржавчина. Старые отопительные трубы в Шипуновском районе стали непригодны для работы. Многие из них отслужили по 40-50 лет и значительно износились. В этом году их, наконец, заменят на новые. Капитальный ремонт уже ведется в райцентре. И к началу нового отопительного сезона здесь заменят около 6,5 километров тепловых сетей. И это не первые серьезные работы в районе. За последние пять лет в Шипуновском районе, непосредственно в райцентре в селе Шипунова, введено в эксплуатацию две новых модульных котельных. Это котельная СХТ и котельная база. Также заменено порядка 15 километров тепловых сетей в двухкрульном исчислении, что составляет порядка 40% от всех сетей этого района. В этом году демонтаж и последующий монтаж старых линий пройдет по улицам Садовой, Цветочной и Лукьяненко. Более того, рабочие заменят центральную магистраль тепловой сети на переулке Южный проспекта Луначарского. Это решает сразу несколько проблем для местных жителей. Главное из них – снижение затрат на отопление. Здесь она в скорлупе специальной закладывается. Уже когда вы идете, зима проходит, допустим, если она положена и закрыта, испарений никакого нет. То есть потери практически минимальные. Это самое главное. Значительные изменения отмечают и жители села Шипунова. Для них замена старых труб – важное событие, гарантирующее сохранение тепла в домах в отопительный период. По их словам, разница колоссальная. Трубы все были оголенные, то есть выглядели очень плохо. Топили, можно сказать, воздух. А сейчас вот труба вся в земле, тепло будет только в дом. В настоящий момент выполнено уже около 80% всех запланированных работ. Известно, что к 6,5 километрам обновленной теплосети подключат свыше 100 абонентов и 15 соцобъектов. Алина Пенигина, Дарья Эндерс, Анатолий Фукс. Новости. Приемная комиссия начала свою работу в Барнауле. Сегодня среднепрофессиональные и высшие учебные заведения встречают абитуриентов. В этом году при поступлении действует приоритетное зачисление. Какие возможности оно дает? Расскажем прямо сейчас. В конкурсе на места участвуют все, кто выбрал направление. Но что, если вдруг не попал в список? В этом году у абитуриентов такой проблемы не будет. Каждый при подаче документов выберет пять понравившихся факультетов и расставит их в порядке важности для себя. Теперь работает так называемое приоритетное зачисление. Это больше возможности для поступления, это меньше волнений для будущих студентов и их родителей. Потому что абитуриент будет отслеживать и видеть себя в конкурсных списках. Если даже он не поступил на первое приоритетное зачисление, ему не нужно бежать в ВУЗ. Он просто автоматически системой уже участвует в конкурсе по следующим указанным направлениям. В техническом университете в этом году около двух тысяч бюджетных мест и 35 направлений подготовки. Софья Горбунова еще студентка, но хочет параллельно получить образование в АЛТГТУ. Выбрала для себя два направления в приоритете энергетический факультет. Думаю, что мне пригодится это в жизни и направление, которое я хочу рассмотреть по душе. Поэтому хотелось бы получить второе выше. В приоритете я рассматриваю энергетическое направление, ну и строительный факультет. А вот Иван Черкасов закончил бакалавриат в аграрном университете. Пришел подавать документы в магистратуру. Я закончил бакалавриат в направлении подготовки технической системы в агробизнесе. Планирую поступить на магистратуру. Также профиль будет агроинженерия. Буду применять знания в своей работе. Тут хорошие специалисты, есть с кем посоветоваться. Кстати, пока особого ажиотажа в приемных комиссиях нет, поскольку не все выпускники получили результаты ЕГЭ и аттестаты. Но многие, не успевшие закончить обучение студенты, уже в первый день приема заявлений принесли документы. Закончил я направление подготовки агрохимии и агропочевидения на агрономическом факультете. Планирую поступать в магистратуру на направление агрономии. Маловажность магистратуры заключается в чем, я считаю. Это все-таки больше уделяешь времени науке. В аграрном университете 1230 бюджетных мест и 17 направлений бакалавриата. Кроме того, в УЗИ, как и во многих краевых учреждениях, принимают абитуриентов на среднепрофессиональное обучение. В АГАУ у нас семь направлений. Среди них ветеринария, прикладная геодезия, землеустройство, агрономия. В настоящее время требуются практикоориентированные работники. Программа среднепрофессионального образования как раз ориентирована на то, что они больше к этому подготовлены. Но это является ступенью для дальнейшего обучения потом в УЗИ. У нас реализуются сквозные программы и после окончания обучения по программам среднепрофессионального образования при обучении на уровне высшего образования будет возможность сокращения обучения. В Алтайском государственном университете в этом году 2934 бюджетных мест. Больше всего на направлениях Института математики и информационных технологий, еще Института химии и химико-фармацевтических технологий. Изменилась геополитическая обстановка, изменились задачи, которые стоят перед народным хозяйством, перед экономикой. Основной упор – это, конечно, на набор в области информационных технологий и, естественно, научных направлений. Это химия, это физика, это биология. Специалисты приемных комиссий рассказали, Сегодня есть возможность на некоторых направлениях подготовки подать документы в электронном виде. Уточнить необходимое на сайте выбранного вуза. Точно так же, как и сроки работы приемной комиссии. Во многих учебных заведениях принимать документы абитуриентов будут практически до конца июля. Алина Пенигина, Дмитрий Козерлыга. Новости. Сейчас расскажем о необычных изобретениях. Байкер из Бийска построил трайк из запчастей автомобилей и мотоциклов. Самодельный транспорт даже удалось зарегистрировать. Подробности далее. Здесь тяга рулевая, это тоже с автомобиля. Но остальное рычаги, вот эти все поворотные, маятник, это все уже делалось самодельно в этом гараже. Спереди мотоцикл, сзади автомобиль. Такую химеру создал у себя в гараже бийчанин Виталий Гайворонский. На создание чудо-мотоинженерии ушло два года. Хотя Виталий признается, он все еще вносит изменения в свой трайк. Мотоциклы, которые потом переделываются на трехколеса, это, ну, не знаю, три цикла, там, трехколесный мотоцикл. А этот вот он изначально, он строился как трайк. Трехколесный мотоцикл. По всем документам он как мотоцикл проходит, не как машина, не как там самоделка, ну, как обычный мотоцикл. Самодельный трайк – почти легенда, особенно среди местных мальчишек. Наверное, каждый из них мечтает прокатиться на таком огромном мотоцикле вместе с суровым байкером. Вот уже несколько лет Виталий разъезжает на своем байке по улицам Бийска в компании других мотолюбителей. Он, кажется, привык к постоянным взглядам прохожих, но говорит, что первое время уж слишком много внимания привлекало его творение. Первые дни, когда я его только зарегистрировал и поехал по городу, там меня останавливали раза три-четыре, кой я до работы доехал, из окошек выглядывали, сейчас вот по трассе едешь, и снимают на камеру, на телефоны там и так далее. Сейчас талантливый механик планирует сделать что-то новое, еще более интересное, и говорит, нужны лишь деньги и время. Алина Борисенко, Евгений Андреев, новости. Узнать процент содержания в организме витаминов, минералов и тяжелых металлов за пять минут. Экспресс-обследование проводят в Барнаульском мегамаркете BodyPro на аппарате последнего поколения «Алигоскан». Подробнее прямо сейчас. Семь витаминов, 21 минерал и 15 тяжелых металлов. Процент содержания в организме токсинов и жизненно важных веществ показывает аппарат последнего поколения «Алигоскан». Без боли за пять минут. Современный способ диагностики предлагает барнаульцам «Мегамаркет BodyPro». По четырем точкам ладони мы сможем определить уровень витаминов, минералов и тяжелых металлов. И это без забора крови. Специалист вводит в специальную программу группы крови, рост, вес и запускает «Алигоскан». Спустя мгновение на экране высвечивается, какие витамины и минералы в избытке или дефиците. Программа показывает уровень интоксикации организма тяжелыми металлами. Все микроэлементы взаимосвязаны друг с другом. Дефицит одного приводит к дефициту другого. Это может привести к серьезным нарушениям в организме. В основном дефицитарное состояние – это магний, это один из самых важнейших минералов. Витамин Д3 есть часто дефициты по фосфору, то есть рыбу и морепродукты у нас редко кто кушает 2-3 раза в неделю. И всегда идет переизбыток по тяжелым металлам – это алюминий, серебро, кадми, висмут, то есть загрязнение окружающей среды, выхлопные газы, дым и так далее. То есть это такие основные показатели, которые прямо у многих встречаются. Пройти диагностику на «Алигоскане» может даже ребенок. Принять меры заранее проще и дешевле, чем устранять последствия в будущем. Консультанты «Бодипро» расшифруют результаты спектрального анализа и проконсультируют, как прийти к идеальным показателям. Я очень люблю есть помидоры и огурцы, но оказывается этого недостаточно, и нужно есть другие салаты, добавлять фрукты, овощи и что-то другое полезное, так, чтобы в моей тарелке присутствовали все цвета радуги. Пройти экспресс-тестирование можно в трех отделах «Бодипро» – в торговом центре «Европа», «Галактика» и «Старый базар». График работы на сайте «Бодипро22.ру» или по номеру телефона 8 903 949 94 98. Артем Тарасов, Анастасия Меньшакова, Сергей Балуев. Новости. Это были главные новости сегодняшнего дня. Спасибо, что провели его с телеканалом «Катунь-24». Также напомню всем телезрителям, что эти и другие новости вы всегда найдете на сайте «Катунь-24.ру» и в группах телеканала в социальных сетях. Обязательно присылайте к нам в редакцию свои темы. Об актуальных мы расскажем в прямом эфире выпусков новостей на нашем телеканале. Меня зовут Егор Матаев. Я желаю вам отличного и продуктивного вечера. До встречи. Продолжение следует...